Наше дело. Наше дело. Наше дело. Наше дело. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Наше дело». Это программа о самом главном, о том, что волнует любого из нас. Это то, о чем каждый может сказать. Это наше дело. Наша программа сегодня будет состоять из двух частей. Во второй части я представлю вам нашего гостя. Ну а начнем мы традиционно с дайджеста. Это краткий обзор событий за неделю. Итак. В Брянске состоялся форум предпринимателей под названием «Деловое партнерство. Диалог бизнеса и власти». Начинающие предприниматели и маститые бизнесмены, которые много лет ведут свое дело и имеют устойчивую нишу на рынке. Форум стал отличной площадкой для обсуждения самых наболевших вопросов как у бизнеса к власти, так и у власти к предпринимателям. Мы должны понимать, что мы открыты для бизнеса, но и бизнес должен быть открыт для нас. Задача власти сегодня сделать всем, кто хочет работать честно, открыто и развивать нашу Брянскую область, сделать, чтобы власть создавала все условия для наших бизнесменов. То есть мы должны их любить, уважать, оберегать и лелеять. А они должны быть социально ответственны и ориентированы на наши населения. Благодарственные письма губернатора получили руководители предприятий, сельскохозяйственной отрасли, сферы бытового обслуживания. Награды также получили руководители муниципальных районов и СМИ. Первое место в номинации «Лучшее средство массовой информации Брянской области» по освещению предпринимательской деятельности заняла телерадиокомпания «Брянская губерния». Очередное заседание Полицовета Единой России было посвящено вопросам выделения жилья детям-сиротам. Обеспечить сегодня жильем детей-сирот – одна из самых острых социальных тем. Буквально на днях правительство области на реализацию этой программы дополнительно выделило 30 миллионов рублей. Мы стараемся использовать все возможности, участвуем в государственных программах, предусматривающих федеральное финансирование, привлекаем частных инвесторов, организуем международное сотрудничество. В Клинцах принято решение открыть новый кафедральный собор. Возводиться главный городской храм будет на въезде рядом с автостанцией. Место выбрано не случайно, оно историческое. Именно здесь зарождался город Клинцы. И в скором будущем тут появится величественный собор, высота которого предположительно составит около 40 метров. Сам факт, что мы сегодня возрождаем храмы, мы строим новые храмы, мы строим, как здесь, федеральные соборы. Это будет являться основой для наших будущих поколений. В Волгограде на Волжском трубном заводе прошло совещание ОАО «Газпром» с крупнейшими производителями трубной продукции. Провел его Алексей Миллер. В этом мероприятии приняло участие карачевское предприятие «Метаклей». Трубы электросварочном цехе по производству труб большого диаметра изготавливают примерно 650 тысяч тонн продукции в год. Такие трубы используются для строительства газопроводов. В этом же цехе осуществляют антикоррозионное покрытие продукции, как внешнее, так и внутреннее. Причем материалы для покрытия труб снаружи доставляют на Волжский трубный завод из Брянской области. Предприятие «Метаклей» единственное в России, где производят трехслойное покрытие для труб большого диаметра. Инновационные технологии позволяют не только защитить трубы от внешних воздействий, но и упростить весь процесс. От нанесения покрытия до транспортировки и стыковки труб. Материал выдерживает температуру хранения от плюс 60 до минус 80 градусов. Уже в этом году все трубы в объеме 20% от рынка будут покрываться продуктом, который производит на предприятии «Метаклей». В следующем году эта цифра вырастет до 40%. Главная задача компании – работа на импорт и опережение. Если наша компания занималась раньше копированием западных технологий, то сегодня это новое покрытие создано российскими учеными в российских условиях в городе Брянске. После перерыва в Брянске возрожден проект «Джаз-весна». Идея таких творческих встреч, талантливых импровизаторов возникла еще в 90-е годы. «Джазовая весна» была призвана познакомить зрителей с известными джазовыми музыкантами России и зарубежья, а также продемонстрировать развитие жанра в Брянске. Нашему Брянску любые проекты нужны. И классические, и джазовые, и рок-н-ролл, и все что угодно. Лишь бы привлекать молодежь на свою сторону, чтобы они не ходили по подъездам, а не ширялись и не пили. Через несколько месяцев в Почепе полностью завершится программа уничтожения химического оружия. Это больше 7 тысяч тонн отравляющих веществ. Раньше жители Почепского района, да и области, очень беспокоил вопрос безопасности. Годы работы показали, что создание и функционирование объекта по уничтожению боевых отравляющих веществ не причинило никакого вреда экологии и здоровью людей. А для социального и экономического развития Почепского района принесло немалую выгоду. Появились рабочие места, построены больницы, школы, жилые дома, автодороги, газопроводы и другие объекты социального назначения. Начались слушания по делу о превышении должностных полномочий бывшим главой городской администрации Сергеем Смирновым. В 2009 году Сергей Смирнов подписал разрешение на ввод в эксплуатацию 8 жилых многоквартирных домов в поселке Белые берега. В итоге они приняты непригодными для жизни. Следствием и экспертами установлено, что общая сумма ущерба от действий экс-мэра Смирнова превысила 119 миллионов рублей. Как сообщает издание «Брянск Тодей», в зале суда Сергей Смирнов пояснил, что вину свою в этом признает частично. Якобы он на слово поверил подчиненным, которые рапортовали о полной готовности к заселению Белобережских домов. Вот он и поставил на документах свою подпись. Также обвиняемый пояснил, что действовал исключительно в интересах города. Между тем, в Брянске грядет еще один громкий процесс по Белобережской скандальной стройке. Светлана Роман, глава фирмы, которая и натворила дел, сейчас находится под домашним арестом. Для школьников началась веселая пора – сдача единых госэкзаменов. Очень страшно, волнуюсь, но я думаю, что сдам, потому что готовилась все-таки. Как и всегда, особое внимание уделено досмотру школьников. На входе в пункт проведения экзамена – металлоискатели. С собой у выпускников только паспорт, гелевая ручка, бутылка воды и шоколадка. В минувший четверг в Брянске гуляли погранцы. Праздник объединил разные поколения пограничников, участников различных боевых действий и операций, ветеранов службы и даже тех, кто только собирается связать свою жизнь с охраной государственной границы. Участники митинга прошли колонной от площади партизан к памятнику ветеранам войны в Афганистане. Я хочу здоровья крепкого, чтобы граница наша вечно была на замке, как вы говорили, а ключ в карман положили. В поселке Малое Кузьмино уже третий год газета «Кофе понедельника» проводит пикник «Все в сад». По словам очевидцев, там бывает по-настоящему весело. Мы второй раз, нам очень нравится, тут хорошо, можно покушать, послушать, полежать на травке. И здесь очень шикарно. Мы сюда приехали за тем зарядом позитива, который обычно исходит из таких мероприятий. Здесь очень много интересного, музыка хорошая. Да, и вообще мы уже второй раз приезжаем сюда. В прошлом году были, это тоже было интересно. В минувшую среду на город обрушился ливень. Пользователи соцсетей выложили фотографии последствий разгула стихии. Так, в группе ВКонтакте «Типичный Брянск» выложены фото с упавшим на автомобиль деревом. В комментариях люди пишут, что двор не очищен от завалов по сей день. Улицы Куйбышева и Литейная превратились в реки. Старожилы-бежицы говорят, что такое здесь происходит после каждого сильного дождя. В редакцию позвонили жители дома номер 16 по улице Комсомольска и рассказали, как их квартира превратилась в бассейн. Я открываю дверь, а у меня в комнате, в прихожей, в комнате, в другой комнате, на кухне по щиколотку вода стоит. Паласы мои все плавают. Потолок прорвало, у нас натяжной потолок. По люстре прямо стекла вода. На кухне потолок не прорвало, но там висит мешок. Это тоже натяжной потолок. Ну, в общем, народ прибежал, конечно, мне помогать. Почему помогать? Потому что подо мной-то еще 9 этажей. Думаю, виноваты наши ЖК-бежицы, которые так не чистят ливневку. Потому что прошлый раз залезть, когда было, ну, в седьмом году, мы чистили сами ливневку. Я и сосед залезли на крышу. Ну, а сейчас обещанная вторая часть нашей программы с удовольствием представляю нашего гостя. Александр Михайлович Жигунов, заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу и всему комплексу ЖКХ. Я вас рад приветствовать у нас в студии, Александр Михайлович. Взаимно. Добрый день. Ну что же, я предлагаю так, обсудить три самых наболевших темы. Вообще в ЖКХ не бывает, по-моему, не наболевших тем, так уж сложилось. Но, тем не менее, давайте начнем с самого главного, как идет лицензирование компании. Потому что, в принципе, есть ряд нареканий. В частности, то, что, на мой взгляд, как и на взгляд некоторых экспертов со стороны, а у нас экспертами в ЖКХ многие являются, как и в футболе, как и в политике, область подошла неподготовленной к лицензированию, потому что не были составлены реестры, в том числе не только реестра домов, принадлежащих той или иной управляющей компании, но и реестр самих ТСЖ, управляющих компаний и так далее. То есть, есть такие случаи, когда просто некоторые из них просто не участвовали в этом лицензировании. Так ли это? Ну, сказать, что область не подошла, я согласен в определенном моменте. На реестр неблагополучных управляющих компаний, он был составлен до этого, обсужден. Но тоже регламент, наверное, времени определенный нас заставил немножко поспешить, ускорить решение этого вопроса, принятие. В декабре 2014 года была создана комиссия, которая занималась лицензированием. Определен, соответственно, в согласии положения порядок получения лицензии. Желающие принять участие и получение лицензии должны были обязательно пройти сдачу экзамена, затем после сдачи положительного экзамена получить аттестат квалификационный в жилищной инспекции, подготовить, если в дальнейшем они собирались создавать управляющей компанией пакет нормативных документов, имеется в виду положение, устав, порядок, который определен законом по управляющим компаниям, а затем выйти на лицензионную комиссию с просьбой на получение лицензии. Есть ряд добросовестных компаний, которые благополучно сдали, есть ряд компаний, которые завалили экзамены, назовем это так, и не получили лицензии. И вот тут начинается самое интересное. Они начинают по новой проходить процесс лицензирования, добавив к себе к названию какую-нибудь букву, УК, чуть-чуть переиначив название, и получают таки эту лицензию. За примером далеко ходить не надо, тут есть и пресно-памятный домовой, который уже многократно упоминаем во всех программах наших, и тот же самый ЖЭК-2000. Вот я рассказываю вам, Александр Михайлович, о конкретном примере. И давеча на подъездах, на всех подъездах нашего дома, я обнаружил большие листы, в которых было такое радостное сообщение. ЖЭК-2000 получил 20 мая лицензию. Теперь, дорогие друзья, мы снова вместе, мы, значит, обрели друг друга, так сказать, в таком духе, да, вам нужно всего-навсего, общее собрание дома собрать и подписать все договоры, не в конце крупными буквами написано, не позволяйте думать за себя другим. То есть, что это, вот я хочу вас спросить, как не лукавство. ЖЭК-2000, прекрасно знаю я, да, на сайте была опубликована, не получил лицензию компания. То есть, они немножко с нуля начали, практически под тем же самым названием, только поменяв там какую-то буковку, и получили лицензию, и теперь, что называется, начинают дурить народ. У них нету домов сейчас, правильно? Да. И они хотят, чтобы жители, так вот, по инерции, да, что, нормально, мы все, значит, снова зарегистрируем, столкнувшись, мы столкнемся с теми же людьми, теми же, которые руководят этой компанией. Почему городские власти в данной ситуации, городские именно, да, они должны были, если я не ошибаюсь, до 15 мая вывесить уже объявление на тех же самых подъездах и предложить жильцам, собственникам жилья, какие-то компании на выбор? Я вам скажу, отвечу сразу же. Я помню, как получала лицензию ЖЭК-2000, она выходила с просьбой получения двух лицензий. Это первая лицензия на бывшую ЖЭК-2000, я не помню, меняется одна буква. И вторая нулевая, это практически сновья, если так можно сказать, управляющая компания. Комиссия обязательно, это для всех и для жителей на дальнейшее, любая управляющая компания, которая выходила на получение лицензии в комиссию, представлялась, именно представлялась, администрацией районов, будь то районная администрация, будь то город, обязательно в городе каждый зам главы администрации района на уровне только заместителя главы или глава района представлял управляющую компанию. Именно по ее ответственным делам, как она работает по финансовым расчетам, по сегодняшнему состоянию, как она обслуживает. Естественно, без их рекомендаций комиссия не рассматривала вообще ни одну управляющую компанию. Естественно, управляющая компания, первая, когда мы, касаясь ЖЭК-2000, мы не выдали лицензии, потому что у нее было нарушение, именно представленное в раскрытии информации на сайте. Она была сразу отказана в выдаче лицензии. До 1 мая, она не получившая лицензию, они автоматически лишались вот этого багажа, так можно сказать, или количества домов, которые раньше не обслуживали. Они уже в любом случае с 1 мая выходили с нулевым балансом, то есть они показывали нулевой баланс, и в то же время... То есть как новая компания. Как новая компания, да. И мы из двух компаний однозначно остановились, и условия поставили. Члены комиссии здесь поднастояли, что одна только бывшая ЖЭК-2000 получила лицензии, новая компания лицензию не получила. Мы не видели необходимости, и совместно с администрацией города и района пришли к этому мнению, что оставить существующую компанию, которая была ЖЭК-2000, и то это было по рекомендации, по просьбе администрации района. То есть в любом случае ответственность в дальнейшем. Я им сказал, мы нисколько ответственность не снимаем с администрации района. Так есть лицензия у ЖЭК-2000? У ЖЭК-2000 в той стороне, на сегодняшний день лицензия получена, но получена нулевая. Она в дальнейшем должна работать с каждым жилым домом, с жрецами, с собственниками домов, провести собрание, объяснить свои, в принципе, подходы к работе. То есть заинтересовать, чтобы они с ней заключили соглашение. Хорошо, понятно. Значит, эта компания, назовем ее новой, новая старая компания. Новая старая компания, да. Вот в такую вот абсурдную ситуацию попадают. И они, значит, мы получили лицензию, но они не объясняют, что той старой компании лицензию не дали. Мы получили лицензию, с нами сейчас надо заключить договор. Это все понятно, хорошо. Почему нет разъяснения со стороны городских властей? Почему, как было положено, не вывешено городскими властями те же самые уведомления о том, что нам сейчас нужно искать новую компанию и перечень компаний, которые должны быть, ну, из которых мы должны выбирать? Наверное, наша чистая лень российская немножко поискать информацию в том же интернете. Мы ищем где-то такие злободневные моменты, интересные факты, а открыть интернет и просто-напросто найти сайт той же жилищной инспекции нашей областной. На сайте жилищной инспекции имеется информация полностью по лицензированию. Плюс есть сайт информатика по Минстроевскому. Там то же самое и закон, и порядок. Александр Михайлович, у меня бабушки у подъезда, они не знают, что такое интернет, с какой стороны подходить. Все правильно. И мы определились вместе с департаментом ТЭК, ЖКК, с жилищной инспекцией, что за июнь месяц, в июне месяце мы однозначно заставим, по-другому я не назову, администрации районов, муниципальные образования, провести собрание со старшими по домам, с управляющими компанией, довести до сведения, раздачный материал какой-то подготовить, чтобы они в дальнейшем знали, как надо работать с управляющей компанией. Просто мы об этом говорили уже давно, и вот, к сожалению, мы предсказали то, что так оно и будет. К сожалению. Я надеюсь, что в июне как-то ситуация поменяется. Теперь, что касается капитального ремонта. Нет, можно я добавлю еще для жителей в дальнейшем. Я на что хочу обратить внимание, кто нас будет смотреть или слушать. Мы однозначно, это не только желание правительства Брянской области, это и совещание проводил в свое время, где-то месяца полтора назад вице-премьер правительства Козак, проводил совещание в Рязани, и тоже касались управляющих компаний. И ряд губернаторов, и достаточно влиятельных, в том числе и Белгорода, Тулы, Рязани, выступая по управляющим компаниям, сказали, надо нам приходить к единому пониманию о том, что заканчивать, начисление, расщепление средств денежных, проводить через государственные учреждения. Вот это было, да. И Козак однозначно дал поручение Министерству строительства подготовить материалы с тем, чтобы в сентябре принять дополнение к закону, упорядочить сбор и расчет с энергообеспечивающими организациями, чтобы эти деньги не были карманными управляющих организаций. В нашей области данным учреждением является стопроцентное предприятие ТЭК-ЖКХ, это ООО РИРЦ. Мы сегодня при лицензировании обязательно учитывали и этот момент. То есть, это означает, чтобы было понятно всем, вот и квитанции будут едины. А единая квитанция, которая будет обрабатывать и расщеплять, получить, собирать, обрабатывать, собирать и расщеплять все денежные средства, будет только государственное предприятие. Теперь еще вопросы, которые на сей раз касаются капитального ремонта домов. Тут есть тоже ряд нареканий со стороны жильцов улицы Новосоветской, Фокина, Искринцов тоже. Вот проясните, пожалуйста, ситуацию с этим. И к тому же еще есть ряд нареканий в адрес, опять же, городской власти, которая, почему городская администрация, вот, например, так вопрос ставится, да, не платит свою долю за свое муниципальное имущество по программе капитального ремонта. Долг тем временем растет. Что касается капитального ремонта, в принципе, мы сейчас краткосрочный капитальный ремонт, который по сравнению было принято, на 85 домов его заканчиваем. Держим, естественно, как вам сказать, руку на пульсе. Проводим видеоконференции, непосредственно подключаясь, с участием строительной организации, фонда нашего регионального по капитальному ремонту, который занимается, муниципальное предприятие, управляющая компания, обязательно участие в данной видеоконференции, и мы обговорим, какие проблемы у нас имеются. Первоначально, наверное, ошибка была то, что, может быть, я считаю, это основная, это не был акт технического обследования того или иного дома, который попадает под капитальный ремонт. То же самое по Новосоветской 152, по-моему, если у меня, знаешь, номер дома. Там были очень серьезные моменты, пришлось вмешиваться, снимать. На сегодняшний день у нас завершается до 1 июня где-то порядка 80%. Мы завершаем капитальный ремонт из 85% и оставшиеся числа до 15%, ну, зависит, естественно, от погодных условий, тоже завершим. Если так интересно, я могу сказать, что сейчас принимается дальнейшая программа 2015-2016 годов с завершением 1 июня 2016 года на 506 домов. Затем будет 2016-2017 и дальше продолжаться. Для сведения, так вот, на перспективу, мы буквально два дня назад были в фонде содействия реформирования ЖКХ в Москве, встречались с руководителем фонда. По дальнейшей судьбе, естественно, данные программы, он сказал, программа закрываться не будет, программа будет дальше продолжаться. Кроме этого, возобновляется федеральное финансирование. Это нормально, первый миллиард поступил, и ожидают они еще где-то 3 миллиарда до конца года. То есть, снимается этот вопрос. Что касается доли городской, вы знаете, что капитальный ремонт идет по трем источникам. Это источники финансового собственника жилья, муниципального жилья и юридического лица, то есть арендатора. Есть проблемы по городу, мы эту проблему рассматривали. Дано поручение до 1 июня, максимум до 5 числа, представить все полностью информацию окончательно. Сколько все-таки муниципального жилья в городе? К сожалению, казны у них нет, и реальные точные цифры они не могли нам назвать. То есть, до сих пор идет еще процесс совместно с Бюро технической нейтрализации, уточнение. Я думаю, что мы уточним вот эти вот именно количество, и уже по сумме, по всем. Давайте хотя бы коротко о проблеме пыли, которая существует у нас в областном центре. Существовало и, судя по всему, будет существовать. Вот я со своей колокольни абсолютно рядового среднестатистического гражданина. Я полагаю, и побывав в различных цивилизованных странах, сталкивался там с тем, что все земляное покрытие в городе, да, оно должно состоять из двух частей. Либо из асфальта, тротуар и проезжая часть, либо из газонов. Вот у нас когда-нибудь мы к этому придем, чтобы не сталкиваться с этими клубами пыли. Другого нету просто. У них, понимаете, вот или газоны, или тротуары. Я не беру там лесопарковую зону, где там они бегают и так далее, занимаются спортом. Но у нас-то такого нет. И никаких потуг даже не делается к тому, чтобы превратить все вот эти покров земли, которые превращаются от любого дуновения ветра в пыль, в газоны. Ну, я не буду говорить о культуре. Если мы зарубежные, далеко ходить не надо. Гомель. Там совсем другая обстановка, совсем другая, наверное, и культура народа. Но я хотел бы высказать свою точку зрения. Я ее высказывал и городской администрации, что то принятие решения предыдущей властью в лице, то, в первую очередь, это была, насколько я помню, идея двух заместителей. Не буду я их называть, но они уже не работают там. Принято было решение о ликвидации управления по благоустройству. Это было хорошее сделанное дело с учетом опыта в других регионах, где на нем возлагалось на этом управлении практически отслеживание контроля полностью за всеми земляными работами, общестроительными, уборку, содержание. Как прилегающие территории содержатся арендаторам, те же магазины, те же домовые территории, те же жилищные конторы, как содержатся. Как проводится, если авария, за какой срок она должна, какая сложность, какой срок ее устранения. Когда ограничилось место и, естественно, сроки смотрели, когда тайная раскопка, опять же, раскопка – это грязь, это все, она должна быть заасфальтирована или придана в технические нормальные состояния. Надо вернуться, и в любом случае данное учреждение должно работать. Оно должно заставить на сегодняшний день заниматься уборкой и содержанием. Почему управляющая компания, я почему настаивал именно обязательное присутствие администрации района на получение лицензии управляющей компании. Чего греха таить, задаешь вопрос управляющей компании, 4-5 домов, двор чей? Мой. Скажите, кто проезжую часть убирает? Это не мое, а чье? Задаешь вопрос администрации района, то же самое делают удивленные глаза. То есть мы в любом случае должны подходить. Не расчерчено все до сих пор. Конечно. То, что техники не хватает, я с ужасом думаю. Если бы сейчас мы в свое время где-то лет 7-8 не завезли в Брянск так называемые Бродвей, вы видели, которые идут под металлоборочные машины, я бы не знал, как бы мы сейчас убирали. Я тоже вопрос задавал Вячеславу Сергеевичу Тулупову. И он мне там долго рассказывал, объяснял, что приобретены машины, которые сейчас нарезают стружку, которые будут покрывать газоны, вот эта вот мелкая щепка, которые не будут давать распространяться пыли. Но что-то я их не видел, эти машины. И что-то я не думаю, что это панацея от всех бед. Ну, мелкую стружку я видел в Москве, как это делается. В принципе, это на время осенне-зимнего-весеннего сезона, где есть клумбы, убираются цветы, естественно, она отсыпается стружкой под цвет. Они в зависимости, как там используются, там синий, зеленый, белый, желтый, ради бога. Вопросы там даже, где клумбы, где цветы были. Да. Где выдувается земля, пыль образовывается. Ну, где газоны, должны быть трава, она должна быть травой. Вариант, да. Александр Михайлович, спасибо вам за то, что пришли к нам на программу. Вам было не скучно? Да нет. Хорошо. У вас есть возможность несколько слов сказать нашим телезрителям. Да, я хотел бы обратиться к телезрителям еще раз. Что касается управляющих компаний. Изучите внимательно все нормативные документы, которые имеются по управляющим компаниям. По той отчетности, которую они должны вам представлять. Обратите внимание на порядок самолицензирования. На ту работу и стандарт работ, которые они должны выполнять. И на раскрытие информации, которую они должны содержать у себя на официальных сайтах. Мы, с моей стороны, что можно, естественно, предпримем все меры по наведению соответственно порядка и ответственности данных управляющих компаний. Кроме этого, в июне месяце собираемся провести семинары, встречи с старшими по домам в каждом муниципальном образовании. Так что приглашаем к сотрудничеству и к взаимопониманию. Спасибо. У нас в гостях был Александр Михайлович Жигунов. Лишний раз убеждаюсь, приятно иметь дело, приятно разговаривать с профессионалом. Это была программа «Наше дело». Повторую ее, как обычно, вы увидите в течение выходных дней и в 9 часов утра в понедельник. Или на нашем сайте губерния.тв в разделе «Эфирное вещание». Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»